Либо-либо Привет, ребята! С вами Аксенов Андрей, подкаст «Закат империи» и студия «Либо-либо». Я рассказываю поразительные истории о людях и событиях начала XX века. Революция, секс, наркотики и панк-рок в Российской империи. То, чего нет в учебниках истории. Субтитры создавал DimaTorzok Сегодня горячая рекомендация, связанная с конкретно этим выпуском. Книга-исследовательница танца Ирины Сироткиной. Я много вам рассказывал о том, как в начале века меняется искусство, художники переходят от реализма к абстракции, меняется театр, меняется литература. А вот в танце происходят настолько тектонические изменения, что они влияют на все общество. Что у нас есть в середине XIX века? Балет и бальные танцы. Это довольно строгие, я бы даже сказал, институты. Но появляется одна великая женщина, которая меняет все. И ее зовут Айседора Дункан. Она не просто разрабатывает свою школу танца, такого свободного, экспрессивного, импровизационного. Она с помощью этого танца освобождает женщину. Потому что Айседора не танцует в пуантах, она танцует босиком. Она не использует строгие костюмы и корсет. Она одета в легкие воздушные платья. И в том числе она надевает их и в повседневной жизни. У современников это вызывает шок. А тем временем мир меняется. Следом за Айседорой другие женщины отказываются от корсета и от вообще викторианского ханжества. У нее появляется множество последовательниц, которые развивают свободный танец и меняют отношение общества к физическому телу. Меняют моду. Меняют отношение к женщине в обществе. И доходит это все до довольно поразительных экспериментов в раннем СССР. И обо всем этом и рассказывает Ирина Сироткина в своей книге «Свободный танец в России. История и философия». А в сегодняшнем выпуске я как раз вам буду рассказывать историю одной из последовательниц Айседоры, выступление которой произвели просто невероятный скандал в 1908 году. Ссылку на книгу «Свободный танец» Ирины Сироткиной в BookMate я оставлю в описании этого выпуска. В BookMate книги можно скачивать себе на устройство, чтобы читать их и без интернета. А еще можно делать, например, заметки и делиться впечатлениями. Все это очень удобно. Если у вас уже есть Яндекс Плюс, то вы можете подключить опцию BookMate и читать все книги из каталога через приложение. А если Яндекс Плюс у вас еще нет, то по промокоду EmpireBook подписка Плюс с опцией BookMate будет действовать для вас бесплатно до конца года. Какой ужас! Какой кошмар! Куда катится мир? Мораль и нравственность больше ничего не значат. Посмотрите, что делается в столице империи совершенно открыто. С продажей билетов прямо проводятся порнографические представления. Больше того, организаторы этих шоу, так сказать, имеют наглость называть это вечерами красоты. Дескать, это искусство. Какое-то может быть искусство, если на сцене женщина голая. Что может быть в этом культурного вообще? Кроме короны на вчерашней плесунье Ольги Десмонт ничего не было. Ровно ничего. Публика своим глазам не верила во сне или наяву. Стон ужаса пронесся над залом, когда публика увидала, что все это наяву. Дальше в области порнографии идти нельзя. Идти некуда. Ну, прям скажем, в области порнографии можно еще очень далеко идти дальше. Но в 1908 году для жителей Санкт-Петербурга выступление немецкой танцовщицы Ольги Десмонт действительно казалось просто окончательным падением. Ну, потому что если на женщины уже нет одежды, то дальше оголяться, соответственно, некуда. Ну, с другой стороны, нельзя не отметить, что зрители, пришедшие на выступление и заплатившие большие деньги, шли сюда именно за этим посмотреть на голую женщину и не остались разочарованы. Ольга Десмонт в своем шоу действительно выступала полностью обнаженной. Представим, что вы образованный городской житель Российской империи. Насколько была вероятность того, что вы могли увидеть нагую женщину? Ну, в смысле, живую, то есть не на фотографии. И я вам так скажу, скорее всего, за всю свою жизнь вы не увидите даже голых женских коленок. Даже если дело будет касаться вашей жены, то вряд ли у вас будет возможность рассматривать ее голой. Типа, это что вообще за прикол? Ты нормальный вообще? Иди, знаешь, к психиатру сходи с такими девиациями. Ну, то есть, конечно, были исключения, там, художники рисовали обнаженную натуру. В публичном доме при желании и при наличии денег можно было посмотреть на голую женщину, но это с точки зрения людей того времени какой-то отдельный кинг совершенно, который должен идти по отдельному прейскуранту. Секс за деньги совершенно не означал, что вы сможете увидеть женщину полностью обнаженной. Господи, да даже танцовщики в театре, когда изображали босоногих, босиком не выступали. Это неприлично. Костюмер просто рисовал пальцы ног на ткани. А в обычной жизни, то есть не в театре, даже шансов увидеть распущенные волосы женские было немного. Мужчины того времени вообще с трудом представляли себе, как в реальности выглядит женское тело, потому что все женщины среднего класса и выше 100% носили корсет. А если взять, скажем, крестьянок, то их одежда была довольно свободной и, конечно, многослойной. Хотя тут, наверное, стоит заметить, что, кажется, и сегодня, судя по сотосетям, по крайней мере, некоторые мужчины с трудом представляют себе, как выглядят реальные женщины. Меня реально поражает, что некоторые современные люди критикуют нудистские пляжи с той точки зрения, что, типа, а зачем женщины там раздеты, если они, типа, некрасивые? Чувак, они не ради тебя разделись, а чтобы искупаться. И да, сюрприз, человеческое тело выглядит именно вот так вот. Да, но 120 лет назад все было еще хуже в этом смысле, правда. Времена уже начали меняться. Кстати говоря, в том числе появились и нудистские пляжи. Все больше и больше людей. В первую очередь, женщин. Начинают говорить, что неудобная одежда с корсетами и там стоячими воротничками просто уродуют людей, что нет ничего более естественного, чем физическое тело. И что вот это вот отвержение физического тела – это вообще-то следствие христианства с его возвеличиванием духовного начала и принижением телесного. Посмотрите, да, на античность. Люди тогда занимались спортом и вообще был культ здорового тела. Если мы не будем о теле заботиться, то мы будем болеть. И для начала 20 века эта идея совершенно революционная, без шуток. Именно поэтому начинается всякая популяризация спорта, олимпийские игры, например, возникают, идеи здорового питания и все такое. А вот революцию в женской одежде, в частности, и в отношении к женскому телу вообще совершила танцовщица Айседора Дункан. И Ольга Десмонт, которая выступала в Петербурге ногой, была ее последовательницей. Так что сначала мне придется вам пару слов сказать и об Айседоре. Айседора Дункан действительно совершила революцию во многих отношениях, и в социальном в том числе. Потому что женщина, которая танцует на сцене, это по умолчанию человек второго сорта. Это обслуживающий персонал. Вот есть официанты, есть дворники, а есть танцовщицы. И если в ресторане на сцене выступает женщина, то по умолчанию подразумевается, что мужчина может ее снять на ночь. Были и крутые рестораны, которые говорили, наших певиц и танцовщиц вы не можете снять. И все такие, вау, ну это, конечно, понт, ну круто. Если женщина танцует в балете, то это, конечно, классом повыше, чем ресторан. Но тем не менее, она все равно не ровня тем, кто сидит перед ней в зале. Так вот, Айседора Дункан была первой женщиной, кто в здравом уме и твердой памяти сама решила выступать перед публикой, при этом сохраняя свой, как бы, светский статус. Ну то есть, да, она не была дворянкой, она вообще американка, но она мировая знаменитость. И при этом никто ее не воспринимает как доступную женщину. При этом она танцевала так, как никто до нее. Очень свободно, очень экспрессивно, очень непосредственно. И вот что она писала. Если мое искусство символично, то символ этот только один – свобода женщины и эмансипация ее от закосневших условностей, которые лежат в основе пуританства. Ее естественность на сцене была и в том, что она выступала босиком и в свободной, не сковывающей одежде. Никакой балетной пачки. Тоже, да, если мы задумаемся немного, то вот балетная пачка откровенно не скромная. Изначально Айседора Дункан вообще выступала в греческой тунике, которая развивалась при любом движении. Ну, потому что идея, да, та же. Давайте, как в классической древней Греции, перестанем стесняться своего тела и прятать его. И, в общем, все это вместе производило просто сокрушительное впечатление. Ну и да, повлияло на женскую моду в том числе. Айседора Дункан не носила корсет и в обычной жизни. Ее примеру стали следовать и другие женщины. Женщина вообще не должна подчиняться мнению мужчин о том, как она должна выглядеть. Женщина должна быть свободной и естественной. И такой же свободной и естественной должна быть ее одежда. Мужчины с вот этой идеологией Айседора Дункан были, конечно, в массе своей не согласны, но от ее босых ног, от ее коротких платьев, они просто теряли волю, кажется, так что сильно не спорили. При этом прогрессивные мужчины признавали ее достижения. Вот, например, Алексей Сидоров, автор первой книги на русском языке о современных танцах, называл Айседору, цитата, «единственной почти женщиной, которой был бы приложим эпитет гениальности». Но, правда, чуть дальше он добавлял, есть ли вообще допустимо такое противоречие в терминах, как «женщина-гений». Вот такие у нас наиболее прогрессивные взгляды, извините, уж что есть. Да, но на других женщин пример Айседоры Дункан действовал вдохновляюще. Вот, например, писательница Маргарита Сабашникова вспоминала, «Одно из самых захватывающих впечатлений моей жизни – первое выступление юной танцовщицы Айседоры Дункан. Все пространство вокруг нее казалось мне наполненным цветущими формами, и во мне с новой силой пробудилась моя любовь к танцу, присущая мне с детства. Дункан, казалось мне, открывает путь к новому искусству – танцу, заключающему в себе нечто божественное». И вслед за Айседорой Дункан появились и другие женщины, которые стали развивать современный танец, не обязательно повторяя за ней – Марта Грэм, Мэри Вигман и прочие, включая и Ольгу Десмонт, гастроли которой наделали много шуму и в Европе, и в России, но Ольга Десмонт пошла дальше Айседоры, появляясь на сцене не просто без обуви и корсета, а без одежды вообще. Ольга Десмонт родилась в Германии, училась там актерскому мастерству и начала свою карьеру примерно в 17 лет, выступая в живых картинах. Живые картины – это такой довольно популярный перформанс в то время, когда один или несколько человек изображают групповую фигуру такую, часто повторяют античную скульптуру или какие-нибудь картины эпохи Возрождения, классические мифы, что-то в этом роде. Но только отличие от стандартных живых картин было в том, что Ольга появлялась на сцене обнаженной. Она в сопровождении троих подкачанных таких мужчин вставала в разнообразные позы, например, изображая, скажем, похищение Венеры. Все они были полностью обсыпаны пудрой, так что напоминали мраморные статуи. Стандарты красоты тогда возводили в идеал красоту античную, и с этой точки зрения Ольга была сложена идеально. Широкие бедра, небольшая такая грудь, и труппа ездила с этими выступлениями и в Англию на гастроли. Кстати говоря, английские законы тогда позволяли такие шоу, но при условии, что на сцене никто не будет двигаться. И поэтому четверку периодически закрывал занавес, а когда он снова открывался, публика уже видела другую живую картину. Успех был довольно большой, и тогда Ольга с одним из своих партнеров, с Адольфом Сальге, решила развиваться в этом направлении и выступать самостоятельно. Не от театра, а еще дополнять живые картины танцами под музыку Шопена и Оффенбаха. Ну и, естественно, Ольга на сцене продолжала быть обнаженной. В общем, всего этого было достаточно, чтобы моментально завоевать популярность. Выступала она по большей части в Берлине, и тут же в Берлине она познакомилась с Карлом Ванзелов. Он позже стал ее мужем, а Карл, что важно, издавал журнал «Шонхайт». Журнал этот пропагандировал нудизм, сексуальные реформы и изменение отношения к телу. То есть у Ольги еще появилась медийная поддержка, и с помощью журнала Ольга становилась все более и более популярна. И, наконец, она поставила целое шоу «Танец с мечами». Значит, представьте себе, на сцене были укреплены четыре меча, остриями вверх, и между ними перемещалась Ольга с короной на голове, подпоясная ремнем и с браслетом на руке. И это была вся ее одежда. Успех шоу был такой, что о нем написал даже Нью-Йорк Таймс. А чиновники немецкие забеспокоились. Не происходит ли у нас что-то непотребного? Ну да, конечно, организаторы говорят, что это вечера красоты, и никакого эротизма в шоу нет. Это целомудренное искусство. Знаете, а если у мужчины приливает кровь голове от этого шоу, так это из-за ваших собственных средневековых предрассудков. Мы-то тут при чем? Тем не менее, на представление с целью проверки нравственности отправились депутаты Бундестага. И на следующий день газета Berliner Zeitung сообщила. Не очень-то достойная картина предстала перед палатой представителей. В одно мгновение депутаты вскочили со своих мест, вытянули шеи, указывали пальцами на трибуну и боролись за немногие бинокли в зале. Шоу, конечно, запретили. Ольга Десмонд стала в результате всего этого скандала звездой мирового уже масштаба, а значит, можно начинать гастроли со своим шоу и по другим странам. А фотографии обнаженной Ольги, которая стоит посреди четырех торчащих вверх мечей, распродавались просто космическими тиражами. Я знаю, что часть слушателей подкаста прямо сейчас сладко лежит в кроватке и слушает эту историю на ночь. И даже кое-кому мой подкаст помогает уснуть. Я со своей стороны рад помочь. Но в борьбе с тревогой и стрессом одних подкастов все-таки, думаю, недостаточно. И дополнительной поддержкой может стать регулярная психотерапия. И с подбором специалиста поможет партнер и друг подкаста Zygmunt Online. Кстати говоря, создатель Zygmunt Online Даниил Чаус в прошлом сам столкнулся с проблемой поиска и выбора подходящего психолога. И поэтому для команды сервиса так важно сделать этот интимный и деликатный процесс понятным и простым. А промокод закат сделает первую сессию с психологом из Zygmunt Online на 30% дешевле. Не забывайте про промокод и ссылку. Они в описании этого выпуска. В то время, когда все это разворачивалось, ну, 1908 год, да, в мире было совсем мало городов, которые могли бы по богатству и роскоши конкурировать с Санкт-Петербургом. Пожалуй, наверное, только Париж и Вена. Если хочешь зарабатывать большие деньги на своем шоу, то надо ехать в Россию. И Ольга Десмант со своими спутниками отправилась в Петербург. Поскольку у Ольги уже была к этому моменту мировая известность, то газеты местные начали готовиться к шоу заранее. И мнения разделились. Кто-то говорил, что вы ничего не понимаете в искусстве. Для вас, да, и картины Леонардо да Винчи будут порнографией. А другие говорили, что, ну, все-таки Ольга Десмант это не Леонардо. Это все на самом деле просто стрип-шоу, которое маскируется под вечера красоты. Петербургская газета, это название газеты такое, вот она писала. Разумеется, мы будем свидетелями поспешной мобилизации всех жен. Мужья, состоящие на службе, будут иметь удовольствие видеть своих супруг у подъездов мест своего служения. И когда кончится служба, они будут отвозимы под конвоем своих жен или на дачу, или на городскую квартиру. Было бы несравненно лучше и целесообразнее, если бы все мужья на это время были загнаны хотя бы в Михайловский манеж. А вокруг манежа разместились бы в вооруженном лагерем жены. Словом, антипожарные меры будут приняты все, какие только могут быть придуманы. Ажиотаж просто невероятный. И результат вечера полностью соответствовал ожиданиям. Газета «Новое время» в своем репортаже писала, что представление перенесло души зрителей в Древнюю Грецию. И что никакая чувственность не могла шевельнуться при взгляде на это строгое и даже поэтическое пластическое шоу. Изумительную сторону зрелища представляло то, что появление совершенно нагих тел до такой степени не оскорбляло вкуса, до такой степени не действовало на низменные инстинкты, что все смотрели на сцену, как смотрят на ноги и фигуры лучших живописцев. Но не все разделяли мнение критика из нового времени. Вот, например, та же самая петербургская газета прямо выражала надежду, что, я цитирую, будет воздвигнута плотина для остановки все растущего потока порнографии. Давайте я вам еще немного контекста дам, чтобы понимать, какое время на дворе. В том же самом 1908 году, но только осенью, потому что Ольга Десман приезжала летом. Так вот, осенью танцовщица Ида Рубинштейн на свои собственные средства подготовит постановку «Соломея», где, среди прочего, в танце, она должна будет сбрасывать себе последовательно семь покрывал. И, в конце концов, она должна будет остаться в платье из одних только бус. Но Священный Синод запретит постановку. И тогда Ида в конце 1908 года вместо всего спектакля покажет только один-единственный вот этот танец с ими покрывал на вечере в консерватории. И дорога на сцену в России после этого выступления будет для нее закрыта. После этого она будет выступать только за границей, в Европе. Ну да, я про это рассказывал в выпуске про Иду еще в первом сезоне. Называется «Выпуск секс-символ эпохи модерна». И, кстати говоря, я думаю, что на танец Иды вполне могло повлиять шоу Ольги Десман. Вторая история, которую я тоже как-то рассказывал. Про Вацлава Нижинского. Он осуществил переворот в мужском балетном костюме. Он отказался от обязательных тогда штанишек таких. Он выступил чисто в одних лосинах и вызвал этим чудовищный скандал. И тоже потерял возможность выступать в России. Вот такие тогда были нравы. Это вот выступление Вацлава произошло в 1911 году. А мы, я напоминаю, в 1908 сейчас находимся. Ольга Десмонд выступала раньше их обоих. И, знаете, не в лосинах и не в платье из бус. В одной только короне на голове. Да, и в поясе, и с браслетом на руке. Но, кстати говоря, многие считали, что наличие одежды, которая немного скрывает тело, даже еще более сексуально, чем полная ногота. Тем более, да, посмотрите на Ольгу. Она обсыпана пудрой. Действительно напоминает холодную статую. А вот выступления Ида Рубинштейн были полны просто неприкрытой страсти. Короче говоря, началась дискуссия. Например, известный художник Константин Маковский публично вписался против культа голого тела. Он говорил вот что. «Красота, как и многое другое в жизни, должна иметь свою тайну, покрывало с которой мы даже не вправе снимать». И с ним был согласен, например, художник Лев Бакст. Лев Бакст как раз в это самое время работал над костюмом Соломеи для Иды Рубинштейна. А сама Десмонд и многие, кто ее поддерживал, специально разделяли понятие «голый» и «ногой». Первое – это природа, а второе – это искусство. И петербургская газета на это опять выпустила фильетон в таком стиле «Типа вы нам зубы-то не заговаривайте». В этом фильетоне по сюжету труппа актеров-любителей готовится до спектакля и думает, как бы им привлечь публику. «Господа», – вносит свое предложение молодой человек с коком. «На какой бы пьесе мы не остановились, в конце концов, я стою за то, чтобы видное место в каждом спектакле было отведено пластике». Как это понимать, интересуется Свиш Перекопский. «Очень просто. Мы должны показать на сцене женскую наготу». «Просто-то просто. А где мы найдем ту, которая согласится? Не Десман же или Кузнецову? Зачем Десман? К чему Кузнецова? У нас есть Нина Петровна». И молодой человек с коком бросает пожирающий взгляд на действительно красивую фигуру, сидящую против него молоденькой, хорошенькой барышни. «Нина Петровна? Как?» – барышня краснеет. «Не то от смущения, не то от удовольствия» и отвечает. «Я не знаю. Как мамаша». И все взоры обращаются на мамашу. Она некоторое время раздумывает, морщит лоб, жует губами и, наконец, хлопнув ладонью по столу, кладет резолюцию. «Я согласна. Я, господа, без предрассудков. Только одно непременное условие – чтобы это было не оголение, а действительно нагота». Все срываются с мест благодарить мамашу и дочь. В общем, большая часть публики и медиа относились к дискуссии о том, что это искусство или порно, как к лицемерию. Типа, ну, конечно, все шли смотреть на Ольгу Десман просто, чтобы увидеть обнаженную женщину, а уж голая она или ногая – это, извинить, без разницы. Ну и, конечно, мы-то типа все понимаем, что и сама Ольга, и организаторы ее шоу тоже все это понимают. Они просто зарабатывают денежки. Но тут к дискуссии о культуре и искусстве подключились власти и, конечно, запретили дальнейшие гастроли Ольги Десман в России. Конец? Как бы не так, нет, не конец, потому что через несколько месяцев в газетах опять появились объявления о новых гастролях Ольги Десман, причем объявления публиковались часто в тех же самых газетах, которые критиковали Ольгу за порнографию. Ну, кстати, на мой взгляд, это правильный даже хорошо, потому что редакция может занимать одну позицию. За содержание рекламы она ответственности не несет, но тут просто интересно, что промоутеры новых гастролей понимали, где найти целевую аудиторию. Потому что эта целевая аудитория на первой странице видит объявление о гастролях Ольги Десман, а на второй странице они читают вот такую заметку. Последнее время порнография в слове и рисунке уже более не удовлетворяет нас. Мы стараемся осуществить ее в условиях реальной жизни, вынося живое обнаженное тело на сцену, в толпу, в условии наибольшей реальности ощущений. Такие выставки женского тела называют у нас выставкой красоты. Но они рассчитаны, конечно, менее всего на художественные впечатления. Это утонченный и усовершенствованный разврат, печальное знамение нашего безвремения. Нужен новый Савонарола, строгий, как сумрак монашеской кельи, самоотверженный и вдохновенный, который огнем своих пламенных обличительных речей сжег бы всю эту скверну житейскую. Если выступление прошлое проходило в летнем театре увеселительного сада Аквариум, ну то есть это хорошее заведение, но не очень статусное, то теперь-то все будет происходить в зале консерватории на театральной площади. Все билеты распроданы. Самые дешевые места стоили 2 рубля 50 копеек, самые дорогие 25 рублей. 25 рублей это месячная зарплата рабочего. И возможность вот этого второго выступления после запрета первого объяснялась очень просто. Ольга не позировала и не танцевала на сцене ногой. Она теперь была одета в тунику. И петербургская газета мгновенно откликнулась. Снова Десмонд разрешили. И несметную толпой в театр эстеты поспешили, предвкушая рай земной. Но, увы, и тут цензура. Оказалось, эки-трюк вся прикрыта вдруг натура и не видно этих штук. И в дополнение газета опубликовала карикатуру еще. Типа, что ожидала публика и что получила? Слева обнаженная танцовщица между торчащих из сцены мечей, а справа она же, но полностью одета в абайю. То есть в арабскую женскую одежду, которая закрывает все тело сверху донизу, включая лицо. И отзыв был разгромный. Танцует Ольга плохо, смотреть там не на что, а люди ходят на нее только для того, чтобы увидеть голое женское тело. Так а если она одета, то и смотреть там вообще нечего. И после этой статьи организаторы концерта просто взбеленились и подали даже в суд на издателя Петербургской газеты на 15 тысяч рублей, между прочим. Но, честно говоря, чем закончился суд, неизвестно. Ольга выступила еще один раз в Петербурге в декабре 1908 года и после этого больше уже не возвращалась в Россию. Несколько раз промоутеры пытались сделать ей гастроли в России, но им давали разрешение только при условии, что Ольга не будет танцевать обнаженной. А она отказывалась. Она хотела выступать только ногой. Ну, то есть, видимо, эксперименты в одежде ей не понравились. Имя Ольги Десман стало нарицательным. И многие заведения после этого включили в свою программу выступления а-ля Десман. И вот, если насчет самой Ольги мнения разделились, типа, что это действительно ли пропаганда красоты и искусства или это ловко замаскированный такой способ срубить бабла, то вот выступления обнаженных женщин в ночных ресторанах а-ля Десман уже, кажется, не вызывали ни у кого сомнений. Это была явная эксплуатация. Тут я еще замечу, что никаких стрип-шоу в то время не существовало. Их еще не придумали. Это просто супер-радикальное новшество. И если мы посмотрим ту же самую петербургскую газету, которая критиковала постоянно Ольгу Десман, то там появляется статья, например, с обзором шикарных столичных ресторанов и очень комплементарно описывается программа ресторана под названием «Вилла Роде». И, между прочим, упоминается в статье, что в ресторане выступает, цитата, «Своя Ольга Десман, босоножка-красавица Феррати, классически танцующая под классического Грига». Чтобы вы понимали, Вилла Роде – это одно из самых шумных и самых шикарных мест в Петербурге. Это загородный ресторан, и о кутежах там ходили просто легенды. В меню ресторана значились, например, купание русалок в шампанском, танцы одолисок на столах среди посуды, а гвоздем программы считалась Венера. Что такое Венера? Венера – это вот что. Официанты выносили в зал огромный поднос, усыпанный цветами и фруктами, а на этом подносе возлежала обнаженная женщина. Да, это явно не то, о чем говорила и что пропагандировала Айседора Дункан. С другой стороны, продолжались попытки протащить на сцену ногих женщин, то есть не на эстраду ресторана, я имею в виду, а прямо на сцену театра. В 1911 году малоизвестный писатель Анатолий Каменский оказался в центре внимания из-за попыток поставить на сцене свою пьесу «Леда». В этой пьесе центральную часть занимала сцена с обнажением и с таким длинным-длинным монологом с проповедью эстетики тела и нудизма. Директорка столичного театра комедии «Драма» приобрела на эту пьесу права, но ставить ее отказалась. И вот почему. Это сейчас будет цитата из интервью газеты. «Конечно, не потому, что я являюсь противницей наготы на сцене. Нет. А по той причине, что в самой пьесе нет абсолютно никакой роли, а есть только обнажение». В конце концов, в Петербурге пьесу поставили под другим названием и прикрыли актрису туникой. А автор Анатолий Каменский не унялся и решил сам организовать гастроли. Ездил по всей России. Но публика ходила на спектакль мало, потому что длинная, нудная и душная пропаганда нудизма интересовала зрителей, честно говоря, мало. А вот актрисы, которых Каменский смог привлечь для своего тура, были как-то совсем, ну, знаете, не Ольги Десмонт. Сама же Ольга продолжала выступать в Европе, а в десятые годы начала сниматься в кино, одетой, и преподавала в танцевальной школе. Открытки с обнаженной Ольгой распродавались просто многотысячными тиражами. Многие годы. И раскупались бесконечно. Собственно говоря, они и сейчас продаются, они довольно популярны, их легко купить на онлайн-аукционах. Просто загуглите «Ольга Десмонт», вы первым делом увидите кучу предложений разных аукционов. И, кстати говоря, открытки с ней довольно дорогие сравнительно с другими дореволюционными открытками. Тысяч за семь-десять можно купить. Но отношения к женской одежде и к ногому телу постепенно менялись. А после Первой мировой все поменялось радикально. Корсет окончательно ушел в прошлое, появились короткие платья и купальные костюмы, а в молодом советском государстве поначалу была просто невероятная свобода в искусстве. Огромное количество экспериментов в живописи проходило, в архитектуре и в кино, и все это прямо поддерживалось государством. Так вот, и в танце тоже происходили эксперименты. Например, в 20-е годы хореографы-авангардисты Лев Лукин и еще Касьян Галиизовский устраивали «Вечера освобожденного тела» и «Свободный балет». Причем из-за этих экспериментов Галиизовского называли «Галоизовский». У Лукина мужчина и женщина танцевали обнаженными, босиком, одетые только в плавки и в парчевые такие шапочки. Иногда еще они расписывали тела красками в абстрактные фигуры, в треугольники, квадраты, во все такое. Ну, типа абстракционизм тогда тоже был в большой моде. Но все это продолжалось недолго. Большевики не очень-то жаловали современное искусство, ничего в нем не понимали, откровенно говоря. И когда руки до него дошли, они всю эту вольницу приструнили. Причем, если за танцующими обнаженными женщинами еще и признавали возможность, что это искусство, то вот про мужчин, представители официального искусства, говорили, что голые мужчины, цитата, «источают патологию». Короче, все эти эксперименты довольно быстро свернули и восторжествовал соцреализм. Ольга Десмонт между войнами продолжала жить в Германии, а после Второй мировой она оказалась в советской зоне оккупации. В поздние годы жила она очень бедно, продавая открытки с собой и работая уборщицей в Восточном Берлине. Умерла Ольга Десмонт в 1964 году. Рубрика «Чтобы послушать». Послушайте подкаст «Институтка». «Институтка» — это истории о вдохновляющих современных женщинах. К создательнице подкаста Саша Кретовой приходит в гости женщины из бизнеса, моды, искусства, и это довольно честный подкаст. Успешные женщины говорят о сложностях и страхах на своем пути, потому что ничего не происходит идеально, когда ты делаешь большое дело. Например, совсем недавно вышел выпуск с Александрой Плотниковой, с искусствоведом, экспертом в моде и предпринимательницей. Она рассказывала, как можно делать бизнес в искусстве, и почему искусство — это на 95% тяжелая работа и на 5% вдохновение. И, кстати говоря, разговор о сексуальности и физическом теле в искусстве тоже ведется в этом выпуске, и о том, как политика влияет на одежду, которую мы носим сейчас. В общем, там интересно. Среди других героинь подкаста — Наташа Брянцева, основательница ювелирного бренда «Август», Нино Шаматава, соосновательница бренда «Ушатава», Маша Янковская, художница, Оля Осипова, автор проекта «Ретроградный Меркурий», Аня Яндриховская, Мосс и Марка Пола, Нателла Пацхверия, коммерсанты Нателли Тбилиси, Таня Либерман, Джерусалем Базар и Адда, и многие-многие другие. Слушайте подкаст «Институтка», ссылка в описании этого выпуска. С вами был Аксенов Андрей, подкаст «Закат Империи» и студия «Либо-либо». Этот выпуск мне помогали готовить редактор Катерина Серебренникова, факт-чек Ксюша Абросимова, работа со звуком Семен Аксенов, взаимодействие с партнерами Арина Левицкая и Юлия Стреколовская. За подготовку этого выпуска я благодарю Алексея Ишишкина и Элю Новопашина, которые раскопали эту историю. Подписывайтесь на рассылку издания бумага, которую они ведут. Ссылка в описании этого выпуска. До встречи через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова